Сегодня вечером мы говорим с Екатериной Алексеевной Савиной, психолог, консультант, руководитель реабилитационного центра «Зебра» для наркоманов, алкоголиков и их семей. Помимо профессионального психологического образования Екатерина Алексеевна имеет сертификат Международной ассоциации терапевтических сообществ, закончила миссионерский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и является автором многих книг и научных статей по проблемам зависимости. Екатерина Алексеевна, в последнее время появились и быстро набрали популярность очень большую методики помощи зависимым и созависимым, имеющие в своей основе идеи и механизмы тренингов личностного роста, так называемых. Личностный рост в них обычно представляется, по сути, как развитие навыков такого уверенного общения, уверенной такой деятельности жизненной, увеличение личных амбиций, усиление стремлений к престижу, достатку, популярности, на такое внешнее ориентирование, на внешнюю такую успешную жизнь. И там используются методики, собственно говоря, делания себя, можно сказать так. Сделай свою жизнь сам, сделай себя сам, кем ты хочешь себя видеть. Вот такие элементы. Вы как опытный специалист в работе с зависимыми и созависимыми, как оцениваете такие методики помощи зависимым, большой ли потенциал в такой работе с ними, в помощи им, исходя из вашего опыта работы? Я работаю в такой системе, где слово «я» отодвигается с первого места на, по крайней мере, второе. Я думаю, что наркоману и алкоголику нужно научиться обращаться за помощью и принимать эту помощь, а не рассчитывать на свои собственные силы. По определению этой болезни собственных сил недостаточно. И если ты будешь их развивать, то ты противоречишь самой концепции болезни. А это, между прочим, международная классификация болезни 10-го пересмотра. Это просто нормативный документ для любого врача. Ну и по сути получается так. Как мы знаем, наркоманами становятся не слабовольные люди, а люди самые разные. И очень волевые, и совершенно неволевые. И образованные, и необразованные. И психологически образованные тоже. И наркологи, и психологи, и священники, и кто угодно. Потому что оказывается, что в какой-то момент человек теряет возможность контролировать свое употребление, а значит и свою жизнь, все последствия этого употребления в своей жизни. И вот значит ему нужно обрести такую помощь извне. А если человек пытается развивать себя в этом, то я не очень верю в успех. Вообще тема тренингов личностного роста в значительной степени еще связана с сектантским движением в нашей стране. Потому что есть такие коммерческие культы, когда людей завязывают на продолжение посещения семинаров следующего и следующего и следующего уровня, за которые они снова и снова платят деньги. И им впереди обещают светлое будущее. И вот как раз остался еще один шаг для светлого будущего, если вы заплатите следующую порцию денег. Это очень известная вещь. Появился это в середине 20 века. И как раз вот к концу 20 века набирало большие скорости. И психологические тренинги такой популярной психологии на уровне фокуса. Не на уровне действительной психологии, а на уровне фокуса. Вот это было очень распространено. Если вот эти вещи используются, то очень не хочется попасть в сектантское сознание. Поэтому я не думаю, что это может помочь. Я вот так понимаю, это вот следующий вопрос, что эти методики-то популярны стали среди зависимых и созависимых, причем очень. Потому что люди так много потеряли в жизни. Им важно стать именно успешными и самодостаточными в таком вот автономном смысле. Конечно, все стремятся к социальному успеху. И выздоравливающие по 12 шагам тоже люди стремятся к социальному успеху. И хвастаются этим успехом. И в какой-то момент могут отойти от программы ради этого успеха. И тогда они рискуют вернуться к употреблению. Но, во всяком случае, к болезненному способу жить. То есть, в социальном успехе нет ничего плохого. Но поставить его во главу угла, конечно, нельзя. А на ваш взгляд, надо ли стремиться к личностному совершенству в начале выздоровления? К такому социальному успеху, о котором вы сказали, ставить его в приоритет зависимым? Надо ли ставить это целью? Как вы понимаете личностный рост для зависимого? Личностный рост для зависимого. Да, если не брать их терминологию, а просто значение этих слов. Личностный рост. Ну, во-первых, надо выйти из одиночества и обратиться на встречу к людям. И способность к общению, и способность к уважению к другому человеку, и уважению к себе при этом. Вот это важный психологический навык. Я думаю, что человеку нужно восстанавливать отношения в семье, восстанавливать отношения с работой, с учебой, в социуме. Ему нужно возмещать причиненный людям ущерб. И все это делается для того, чтобы человек стал хорошим, полезным членом социума. Кстати, об этом написано и в книжке «Анонимно наркоманы». Я думаю, что ему надо учиться и работать. Ему нужно достигать больших целей, чем у него есть сейчас. Потому что у него есть способность к творчеству. И творчество реализуется, ну вот, в том числе, может быть, чаще всего именно в работе, в учебе. Ну, может быть, и в семье, если женщина рожает детей, воспитывает их. В воспитании семейным, несомненно, очень много творчества. Вот это все является личностным ростом. Личностный рост – это предстояние перед Богом и нахождение своего места рядом с Ним и под Ним. Это возрастание духовное, которое, несомненно, является необходимым делом выздоровления. Личностный рост – это расти, развиваться, становиться лучше. Это преодоление своих дефектов характера. Это все личностный рост. Спасибо большое, Екатерина Алексеевна. Спасибо за исчерпывающие ответы.